В железнодорожном районе Искара Алексеевна Сидоренко, человек известный, общественница 92, она уличком 46-летним стажем. В своем родном железнодорожном районе проблему у многих улиц знает хорошо. Каждая решенная победа. Я тут родилась, выросла мне 93-й год. И с каждым годом, конечно, перемена большая. Слава Богу. Вот теперь будем обращаться к губернатору. Местом встречи с главой региона стал новый сквер «Юность». Долгие годы жители мечтали, чтобы эта площадка в районе завода имени Медведева обрела новое лицо. Здесь был тоже фонтан от завода Медведева. И он был брошен. Потом сделали здесь клумбу. А на сегодняшний день все здесь реставрировали. Я считаю, что здесь сегодня прекрасное место для отдыха наших жителей, нашего района. Работы ведутся на высоком качестве. И я вижу, что нет никаких причин сомневаться, что они будут сданы в срок. Работы здесь стартовали два месяца назад. Подрядчик хорошо известен в Орле. Один из его объектов – входная группа городского парка. Когда мы подходили к этому проекту, то сама площадь представляла множество тропинок, которые были самопроизвольные. Люди по ним ходили. Поэтому мы посмотрели и принялись сделать ее в щепплитке, нормально благоустроить, оставить зеленую зону и установить пешеходную. Финиш. В сентябре украшением площади станет фонтан. Объем работ процентов на 90 лет завершен. Заканчивается благоустройство. Через несколько дней будет завершен фонтан. Планируем открытие в ближайшее время, где-то 3-6 сентября. Жителям нравится. Вроде получается. Темпы вашего строительства, конечно, радуют, что вы привязываетесь не к сроку окончания работы, а к неплановым работам. Жители пишут многое в интернете, что видят, как работают активно и благодарят. Это, наверное, главный итог, когда люди непредвзято оценивают работу. Самое главное. Спасибо. Свои оценки жители озвучивали Андрею Клычкову. Каждый день. Это значит губернаторский контроль в действии. То есть вы осуществите контроль за этим объектом. Мы очень рады, что в нашем районе появилось вот такое место отдыха. Жители озвучивали и новые наказы. Железнодорожный район, впрочем, как и весь город, нуждается в реконструкции тротуаров и ливневок. Сейчас, в этом году, мы сэкономили более 100 миллионов рублей на закупках по дорожным работам. 86 миллионов мы передали городу Орлу. И уже даже в этих деньгах, в первоначальной программе, мы по Скворцово. Есть еще программа по тротуарам. И на следующий год, когда... Принцип какой? Мы сделали этот парк. На следующий год обязательно в порядке нужно сделать и треугольник, и прилегающую территорию. Но когда делаешь, где нет тротуаров, где нет ливневки, где нет освещения, это должно включаться в программу и делаться одновременно. Что касается общественных пространств, то в ближайшие четыре года в районе должно быть приведено в порядок 11 территорий. Но то, что сейчас сделано, уже показывает результативность и эффективность запланированных мероприятий. Далее на улицу Льва Толстого. Среди болевых точек уборка дорог и территорий за пределами дворов. Спецтехника. Здесь редкий гость. Транспорт, в частности, маршрутка номер два. Слабое звено. Для нашего досуга и отдыха тоже ничего нет, пожаловались жители главе региона. В планах мы формировали городской комфортной среды. 19-22 год. У нас есть программа, это будет идти. Так вот нам как попасть сюда? У меня к вам приходится. У вас есть зам главы администрации по району. Подается заявка. Сейчас в первый год жители не все поверили, что мы это будем делать. Потому что много обещаний. Но мы уже вам поверили, вы нам уже сделали. Согласен. Поэтому нам сейчас нужно от жителей конкретно, конкретные пожелания, где и что и как, чтобы мы включали планово и уже делали. Мы вам поверили, потому что вот вы нам сделали дворовую территорию согласно проекту по совершенствованию нашей современной среды. Мы вам подали, мы провели собрание. В этом сезоне перемены пришли во дворы. Они отремонтированы по губернаторской программе «Наш дом – комфортная среда». В общей сложности до 2022 года в районе планируется отремонтировать 318 дворов. Сколыхнули нашу дяпь немножко. Орел стал отмываться. Стало очень приятно по городу ходить. Приятно пройти посмотреть дальше. С тем же напором, с той же силой желаем вам и дальше. Оценивая качество работ во дворах, глава региона сделал ряд замечаний. Традиция – украшать территории. Старыми покрышками должна уйти в прошлое, говорит Андрей Клочков. В Орле такие клумбы повсеместно. От школ с детсадами до дворов. Вы же стремитесь к лучшему. Мне кажется, покрышки – это уже прошлый век. Давайте мы потихонечку в городской среде. Если в районах еще куда не шло, то здесь есть минимальные возможности, чтобы поставить, и жителям дать. Жители сами поставят цветы, поставить нормальную вазу. Пускай она стоит. Фарфор никто не требует. Нормальная ваза, чтобы мы с вами в городе жили. Бетонная ваза, да. А жители берут на себя обязательство цветы посадить. Далее в подъезд. Это не запланированный пункт программы. Оценка главы региона – отлично. Другие подъезды выглядят гораздо хуже, поэтому отравно, что не готовясь к проверке, вы на таком состоянии содержите. Главу области уже ждал коллектив школы номер 3. Андрей Клочков пожелал педагогам хорошего нового учебного года и поблагодарил за успешные результаты. Система образования региона в числе передовиков в стране. Наталья Пехтерева, Владимир Назрачев, телеканал Первый областной.